Встреча То есть тоже с ней участвовали в показах? Да, да. Ну а чем с ней запомнились? Она очень хороший человек, она очень милая и добрая. И как мы с ней первый раз встретились, я помню, пришла в Нью-Йорке, был шишевик. Я просто ждала, чтобы я делала шоу целого дня, потому что я знала, что Наташа будет там. С ней находиться не подтвердили, я прохожу на показы, сижу и думал, что вот должна Наташа прийти. И она пришла, сидела рядом, она должна делать прически, и как-то мы так начали разговаривать. Очень хорошая девочка. Ну, обменялись телефонами вот общать, и тебе только тогда поговорили. Только вот если где-то увидимся. Телефоны у меня нет. Да. А как Вы относитесь к стереотипу, что в моделях нет ничего, кроме внешности, длинных ног, красиво лица? Ну, знаете, я думаю, это люди завидуют просто. Ну, почему они такое говорят? Ну, как то, я думаю, я думаю, да, многие девочки не закончили школу и не летали работать, но у них взамен этого есть весь мир. Жизнь не учатся, а девочки 16 лет летают по всему миру. Но я считаю, это дорогого стоит. И многие люди, которые у меня от себя очень умные и даже были не вылетали из своего родного города, не знают там многих вещей, которые делают эти 16-летние девочки. Я очень согласна. И многие считают, что карьера модели, она легкая. Ну, что там, тебя накрасили, вышла, походила, по фотографии. В принципе, да. Нас не доставляют вагоны разгружать. Но, как я говорила, морально бывает очень тяжело. Ну, то есть все равно свои же трудности какие-то есть? Да, естественно. Я думаю, это во всех профессиях. Никогда не хотелось вот все бросить и сказать все. Не буду. Что останавливало? Не знаю. Ну, наверное, все-таки, что мне нравится, это я понимаю, что, насколько я кайфую просто от этой работы, и те мелкие перебряги, они, в принципе, не могут это все позволить мне бросить. Угу. Угу.